В этом ковчеге жизни именно так называется конкурсная работа, мечты, воспоминания и впечатления автора. Инна Ягуза затратила на создание композиции всего два месяца. Хендмейдом занималась только по вечерам, в свободное от основной работы время. И состояние сказки какой-то. Хотя мы в своей жизни мечтаем же о многом. Поэтому мечтаем о каких-то полетах. Вот может быть это некий такой вот полет, который заключен, проходит через всю жизнь. На стендах более 300 экспонатов. Лоскутные, фарфоровые, глиняные, деревянные. Все куклы выполнены вручную. Никаких заготовок. Мастера изготавливают сами каждую деталь. Эта кукла уже побывала в Москве на международной выставке. Ее костюм – точная копия русских нарядов начала 20 века. Кукла из запекаемого пластика, она цельная, лепная. То есть у нее полностью пролеплено тело, пропорции, фигура. Для одних изготовление кукол – хобби, для других – профессия. У Светланы Деркача много учеников. Вместе с ними она придумывает образы, но главной сложностью часто становится поиск материалов и создание правильного эскиза. Как настоящий художник мы сначала должны сделать эскиз, а потом получить готовую работу. Так как я уже в этом деле профессионал и долго этим занимаюсь, поэтому мне проще уже с анатомией и с лицом. В этом году фестиваль при поддержке правительства области носит особую миссию – объединять народы. Тему толерантности можно заметить в большинстве игрушек. Раскрытие творческого потенциала различных слоев населения, воспитание уважения к культурам и народам многонационального Донского края – одна из главных задач фестиваля «Кукла Дона». Студенты-дизайнеры Южного федерального университета изготовили многонациональную компанию «Кукол». Отразить специфику многообразия народов Дона – зачетное задание. Ну, тут представлены Украина, конечно, это наш ближайший сосед, татары, Армения, греки, у нас очень большая греческая диаспора. По итогам конкурса победители получат ценные подарки – технику для шитья и рукоделия. Выставка будет открыта до середины декабря. В планах мастеров – проведение нескольких мастер-классов. Екатерина Лободина, Елена Бараникова, Станислав Фоменко. Главные новости.